Производство обуви у первобытных народов было поставлено в прямом смысле слова на широкую ногу. В пещере Ламас, штат Невада, США, археологи нашли настоящий склад древней обуви – 300 пар плетенных из травы сандалий. Несмотря на свой более чем почтенный возраст – 9000 лет, эти сандалии оказались настолько красивыми и удобными, что местные жители тут же начали плести точно такие же для продажи туристам. Обувь-сандалии из коры-полыни, найденные в пещере Форт-Рок в американском штате Орегон в 1938 году, датируются примерно 7000 годами до н.э. В Армении при раскопках пещеры Арени в сентябре 2008 года была найдена обувь, возраст которой более 5500 лет. Это мягкие туфли с заостренными концами – чарохи. Обнаруженная обувь стала самой старой археологической находкой в Европе и Азии. По мнению исследователей, первые в истории человечества ботинки представляли собой что-то вроде портянок из медвежьих шкур, утепленных изнутри сухой травой. И это не просто предположение. Именно такие башмаки оказались на ногах эции – мумифицированного трупа мужчины, погибшего 5300 лет назад, который был найден в Альпах на границе между Австрией и Италией. В Древнем Египте самым распространенным видом обуви были сандалии из пальмовых листьев или папируса, похожие по форме на стремя. Подошва на носке, загнутая кверху, прикреплялась к ноге кожаными ремешками, один из которых шел поперек стопы, а другой крепился перпендикулярно к нему. Родовитые египтяне украшали ремешки изысканными рисунками и драгоценными камнями. Известны были также туфли с закрытым носком, без пятки, напоминавшие по виду и назначению современные шлепанцы. В храмах и дворце фараона было принято ходить босиком, обувь оставляли за порогом. Древние евреи делали обувь из кожи, шерсти, тростника и дерева. Известно было три типа обуви – сандалии, башмаки. Они закрывали стопу до подъема, всегда имели каблуки, а на ноге удерживали с помощью шнурков, которые завязывали красивым бантиком, и сапоги, в которые ходили путешественники и солдаты. У богатых людей обувь была чрезвычайно роскошной, в каблуке башмаков, например, часто вкладывали маленькие флакончики с духами. В наше время разновидностей обуви очень много, она различается по сезонности, фасону, качеству и, конечно же, цене. Какую обувь производят в Казахстане, будем выяснять в очередном выпуске нашей программы. Прежде вся обувь изготавливается в Казахстане. только вручную, но появление подобных производств поменяло ситуацию, и сегодня большая часть обуви, представленной в магазинах, изготавливается с минимальным участием человека. Тем не менее, ручной труд по-прежнему ценится очень высоко. Люди, которые привыкли выбирать лучшее, дают предпочтение обуви, изготовленной вручную. Удивительно, но обувь ручной работы не такая уж редкость. Такое производство обуви все еще распространено, особенно в Италии и Англии. Многие известные обувные бренды до сих пор предпочитают доверять изготовлению обуви не автоматам, а мастерам. Фирменная обувь ручной работы обходится дорого, но те, кто выбирает ее, знают, что она того стоит. Изготовление такой обуви – дело кропотливое и занимающее длительное время. Оно требует от мастера особых навыков, знания технологий и свойств различных материалов. Зачастую опыт передается из поколения в поколение. В Европе работают целые династии сапожников, чаще всего именно из таких семейных предприятий вырастают элитные обувные бренды. Стоимость обуви ручной работы прилично отличается от цен на фабричную обувь, но зато такая штучная работа имеет ряд существенных преимуществ – это эксклюзивность, непревзойденное качество и удобство. Всего в Казахстане действует около 25 обувных фабрик. Производством обуви в Казахстане главным образом специализированной занимаются более 40 предприятий. В прошлом году три четверти всего производства обуви в РК пришлись на Алматы, Жамбылскую область и Шемкет. И тем не менее, объем собственного производства в Казахстане крайне невелик. На данный момент специфика структуры оборота обувных товаров такова, что 96% – это импорт и только 4% – внутреннее производство. Какую обувь и как ее производят, узнаем на примере одного отечественного предприятия. В этом цехе – это раскройный цех. Здесь у нас происходит разруб кож на детали верха обуви. Вот мастер приняла кожи, посмотрела наличие пороков. Резаками, которые изготавливаются у нас на производстве, у нас есть резачное производство, резаки мы изготавливаем сами. Резаками закройщики вырубают детали верха. Здесь находятся наши замечательные мастера, которые корректируют работу своих участков, закройного, обработки швейного участка. Здесь у нас находится участок обработки. Раскроенные детали поступают на этот участок и наносятся отметочные линии. И наши обработчики обрабатывают края деталей для того, чтобы потом их можно было удобно, качественно собрать в заготовку. Это у нас швейный участок. Здесь из обработанных, раскроенных деталей собирают уже заготовку верха обуви. Много у нас прекрасных работ сидит, швей работает. Обувь по конвейеру проходит все этапы сборки. В конце мы получаем такую заготовку, после чего заготовки поступают на затяжной участок. На этом участке наши швеи собирают стельку штробельным методом. Это штробельный участок. Стелька пришивается на штробельных машинах к верху обуви. Здесь находится затяжной участок. Здесь происходит затяжка верха обуви, заготовки, на колодке. У нас участок полностью механизирован. Высококвалифицированные мастера работают на хорошем современном оборудовании. Посмотрите, как это происходит. Вот в таком затянутом виде наши заготовки поступают на литьевой участок, где методом горячей вулканизации, методом прямого литья приливается к нашей заготовке подошва. Итак, как производится обувь мы увидели. Теперь настало время рассказать, какие условия в нашей стране созданы для производителей обуви и какие меры государственной поддержки необходимы для динамичного развития отрасли. Ограничить наш хотя бы рынок от конкурентов из-за рубежа. Ограничить в таком плане, чтобы наше сырье не уходило за рубеж. Как в том смысле кожа, шкуры, оно должно у нас оставаться, и мы должны его перерабатывать. Сырье не уходило за пределы республики. Конкурировать в неравной борьбе с завозной дешевой обувью по демпинговым ценам казахстанским производителям тяжело. Продавать же свою продукцию ниже себестоимости они не могут. Для обеспечения равных условий на рынке и поддержки отечественных производителей предлагается не допускать на казахстанский рынок импортную кожаную обувь стоимостью ниже 20 долларов, по примеру, Турции. Введение там такого запрета на законодательном уровне оказало позитивное влияние на развитие отрасли в этой стране. Также в качестве примера можно взять опыт Узбекистана, где импортные таможенные пошлины и другие меры позволили произвести импортозамещение и увеличить долю отечественного производства обуви до 50-60%. К слову, импорт обувной продукции в Казахстане составляет более 95%. По странам этот объем распределяется следующим образом. 60% рынка обуви в Казахстане приходится на Китай, 20% на Турцию, 10% на Россию, 10% на другие страны, в том числе Узбекистан. Хотя нашим производителям вполне по силам обеспечивать большую часть отечественного рынка качественной продукцией. Для этого имеется и дорогостоящие оборудование, и натуральный материал. Я стою возле нашего второго оборудования, так называемой «Десмо». Это итальянское оборудование, достаточно дорогое. В свое время оно было куплено где-то порядка за 3,5 миллиона долларов. В обувном мире это бренд, мировой бренд. Они выпускают подошву морозоустойчивую, не допускающую скольжение даже при уклоне 45 градусов на скользкой поверхности. Не за горами у нас, значит, уже будет обувь мировых брендов. Морозных регионов очень много, холодных регионов. Естественно, там требуются повышенные требования. Мы дошли до своими начностями до такой степени, что мы можем уже, как говорится, через два месяца сказать, что у нас получится обувь на все случаи жизни. Уровень будет достаточно новый. Уровень в каком плане? В плане производства обуви качественной, повышение качества. Это самое главное. У нас в планах создание уже своих собственных разработок, имеется в виду разработок. Они там у нас есть, в принципе, но они идут не в том масштабе, как хотелось бы. Вот стремиться к этому. Раз к этому стремиться надо, надо сначала добиться качества. Когда будет качество, моделирование, уже другой творческий процесс, по которому тоже мы сейчас ведем наработки и разрабатываем новые линейки. И, в общем, даст Бог, через года три, может быть, у нас будет уже поточный модельный обувь, который будет давать достаточно большой ассортимент. В данном случае, конечно, у любого предприятия должен быть ассортимент. И чем он шире, тем лучше. Идет работа ежедневно, каждодневно. Заказчик нам выставляет свои требования. Ну, в данном случае, если, например, это Министерство обороны, там, грубо говоря, они хотят видеть достаточно прочную, там, в то же время и легкую обувь. Это, кстати, очень сложно найти вот это равновесие. Ну, мы это ищем, мы это находим. В принципе, согласно технической требования заказчика мы выполняем. Мы выполняем эти заказы в срок, точно, благодаря вот такому оборудованию. И, ну, естественно, работа над ошибками, по-любому она ведется. Самое главное, как мы говорим, качественное. Второй вопрос – это цена вопроса. В данном случае используем местное производство. В данном случае у нас и кожа. Алматинский завод тоже именно нам поставляет. И у нас же, собственно, производство, значит, натурального меха внутри обуви. В планах, конечно, замкнуть весь цикл производитель и кожу, и обувь. Для чего? Для того, чтобы, как всегда, как все производители мира, стремиться к тому, чтобы снизить себестоимость, но в то же время не теряя качества. Да, есть варианты кожзаменителей и так далее. И пока мы таких вещей, искусственных вещей, пока мы не приближиваемся. Впрочем, 2023 год пока складывается оптимистично для обувной отрасли Казахстана. За январь-февраль текущего года в стране произвели 286 тысяч пар обуви, почти на 43% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всего обуви выпустили в Алматы. 153 тысячи пар на 50% больше, чем в январе-феврале 2022 года. В тройке лидеров также оказалась Алматинская область. 48 с половиной тысяч пар. И Жамбылская область, где произвели 27 900 пар обуви. В данном случае мы все-таки проходили очень большой период становления. Это, сами видите, работа проделана немалая. Это все поставлено на поток. И достаточно крупные партии мы сейчас отпускаем, например, в Министерство обороны, другим крупным предприятиям. Реклама как-то особо не нуждалась. В каком плане? Потому что мы участвовали в тендерах, выигрывали, потому что у нас были очень... У нас они были, они и есть большие возможности по производству любой обуви. Не за горами тот момент, когда надо все-таки выходить на рынок. Есть специфический клиент, который купит рабочую обувь для себя, грубо говоря. То здесь еще есть и модельный обувь, в который, в принципе, можно насытить рынок Казахстана. Скажем так, потребность рынка Казахстана, по-моему, 30 миллионов пар обуви. Вот, ну, сколько, ну, примерно так. Мы производим и миллионы нет. Рынок достаточно большой и конкурирует, в принципе, мы можем за счет, как я и говорил, вот этих критериев. Качество, экологичность и, естественно, этот, сегмент цены. Мы, скажем так, уже сейчас, проводя параллели между мировыми брендами рабочей или альпинистской там обувью, которую спецобувь, грубо говоря, провожу, мы идем практически даже по некоторым параметрам выше. По итогам февраля текущего года цены на обувь выросли на 20,5% за год. В том числе мужская и женская обувь подорожали на 18%, детская на 26,5%. Сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области сразу на 31,5% за год. В тройке регионов антилидеров также оказались Шимкент 30% и Астана 28%. Найменьший рост цен был зафиксирован в Улутауской области, но и это ощутимые 13,7%. Впрочем, рост цен на обувь прежде всего касается покупателя. Основная нагрузка в итоге ложится на них. А вот у производителей свои проблемы, которые вроде и решаются, но 100% поддержки у участников рынка пока не находят. Существенно ограничивает развитие внутреннего рынка теневой оборот обуви. По официальным данным, доля контрафакта сейчас составляет 48,5% рынка. Для борьбы с серым импортом введена маркировка обуви. Авторы проекта уверяют, что цифровая маркировка позволяет идентифицировать каждую пару обуви и проследить ее по товаропроводящей цепочке без влияния человеческого фактора. Наносить на товар стикер или этикетку с датаматрикс-кодом необходимо будет до прохождения таможенных процедур, либо на производстве в другой стране, либо же на таможенном складе на территории РК. Датаматрикс-код может наноситься непосредственно на обувь, а также на товарный ярлык или потребительскую упаковку. Новая цифровая метка уже будет для покупателя сигналом о легальности продукции. Потребитель, отсканировав датаматрикс-код специальным мобильным приложением, сможет получить полную информацию о товаре и проверить его легальность. Импортеры могут маркировать обувь для Казахстана непосредственно на территории третьих стран на заводах производителей. Единый оператор цифровой маркировки в РК провел переговоры с 45-ю зарубежными заводами, которые производят обувь для Казахстана. Большинство из них уже полтора года маркируют обувь для рынка России и готовы к аналогичным нововведениям Казахстана. Маркировать товар на производстве – самый удобный вариант, но также у импортеров есть возможность заказать услуги маркировки и на таможенном складе при ввозе продукции в Казахстан. Таможенные склады уже активно готовятся к нововведению. На их территории во время таможенных процедур будут нанеситься стикеры или этикетки с цифровым кодом «Датаматрикс» на товар, который не был промаркирован на зарубежных заводах-изготовителях. В среднем расходы, связанные с маркировкой для производителей и импортеров, будут составлять до 2,5% от стоимости одной пары обуви. Напомню, что цифровая маркировка товаров – это межнациональный проект, который реализуется на уровне ЕАЭС. Обувная отрасль стала одной из первых, в которой вводится обязательно цифровая маркировка в РК. Такое решение было принято, учитывая уровень контрафакта на рынке. Цифровая маркировка обуви будет способствовать обелению рынка и очистке его от контрафакта. Все же в этом вопросе существует как минимум два мнения, и пока они абсолютно противоположны. Так, президент Общественного объединения по защите прав потребителей АДАЛ, юрист Артексид Калиева считает негативной для потребителя инициативу по маркировке обуви контрольно-идентификационными знаками. В первую очередь у нас уже в законе о защите прав потребителей написано, что любой товар должен быть промаркирован. Это значит, что покупатель имеет право получить всю необходимую информацию о товаре. То есть нашему потребителю уже известно, что он покупает. Одним из главных аргументов введения этой маркировки была борьба с контрафактом. Получается, что функцию государственного контролирующего органа, таможни, находящейся в ведомстве Министерства финансов, перекладывают на предпринимателя. А это предполагает дополнительные затраты. Нужно покупать оборудование, нанимать дополнительных людей. Эти расходы в итоге лягут на плечи нашего потребителя. Кстати, самым популярным видом обуви считаются туфли. Это обувь, которая востребована среди женщин и мужчин. Женщины чаще всего выбирают модели на небольшом каблуке. Подобная обувь отлично подойдет как для работы, так и для прогулок. Популярны туфли из натуральных материалов. Самый лучший – это кожа. Туфли прослужат долго и дополнят любой образ. Мужские туфли практически не отличаются по оформлению. Разница выступает в материалах изготовления и застежки, если таковая имеется. Если вы выбираете туфли для работы, то оттенок обязательно должен подходить под костюм. Лидирующее место по популярности также занимают кроссовки. Спортивная обувь, которая с каждым годом все чаще выбирается для повседневного стиля. Они универсальные, удобные и отлично подойдут для активных людей. Сегодня кроссовки дают возможность подчеркнуть любой образ, не только спортивный. В моде даже платье с такой обувью. Главное правильно выбрать удобную модель, подобрать оттенок и фасон. Для мужчин выбирают кроссовки под спортивный костюм. Чаще всего это фирменные модели. А мы желаем вам всегда приобретать качественную обувь по разумным ценам. И, конечно же, казахстанского производства. Продолжение следует...